Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству и сегодня хочу вам предложить упражнение для самостоятельной работы дома. Причем одно упражнение будет для вас лично, вы можете делать его самостоятельно дома один, а второе упражнение вы будете делать его с партнером. Как? Да, в наше время, когда у нас самоизоляция, все очень просто. Сейчас есть скайп, сейчас есть ватсап и так далее. Вы можете пригласить, найти партнера, с которым вы бы хотели поработать, который также хочет развиваться и предложить ему это замечательное упражнение, которое я назвала акценты. Это упражнение развивает у нас с вами воображение, развивает с вами кинолентовидение, концентрацию, посыл энергии и самое главное, оно развивает харизму. Да-да, именно наше воображение, посыл энергии как раз дает нам нашу харизму, которую люди иногда говорят, слушай, ты так меня цепляешь. Вот не знаю почему, а все просто, потому что у нас свободная энергия, причем она плавает у нас с вами как мы хотим. Почему? Потому что у нас с вами развита кинолентовидение, наше воображение. Также это упражнение развивает то, что наше умение говорить, когда мы говорим так, что нас слушают. Лучшие, ребят, представляете? Наверняка в вашем коллективе среди вас есть друг, знакомый, которые, когда рассказывают, так увлекательно, интересно, ты погружаешься в его рассказ, проживаешь его. И хочется, чтобы он говорил, говорил и говорил. Почему? Потому что человек говорит одними акцентами. Он будет ваше воображение, вы видите всю его историю только со своей точки зрения, от этого вам становится интересно. А есть наверняка знакомые, которые, когда что-то говорят, вы такие сидите, ооо, быстрее бы ты закончил говорить. И начинаете думать о чем-то своем, уходите куда-то в свой мир и тем самым показывают человеку, да, я тебя слушаю. Если вы как раз не умеете говорить, то сегодня упражнения будут весьма вам полезны. Ну что ж, они будут также полезны, если вы хотите развить свою харизму, если вы хотите развить воображение и научиться вещать так, что вас будут действительно слушать. Ну что ж, поехали. Первое упражнение, которое мы с вами будем делать, сначала мы узнаем с вами, что же такое акценты. Акценты – это имена существительные. Например, внимание, я сейчас вам буду кидать слова, а вы будете слушать и при этом замечать, что вы их видите. Кровать. Мужчина. Мячик. Яблоко. Женщина. Наверняка каждый из вас увидел свою кровать или кровать, которую он хочет купить, своего мужчину или мужчину, о котором вы мечтаете, или женщину, о которой вы мечтаете, или которая сейчас рядом с вами. Или свою сестру. Свой мячик. Вот в этом и заключается фишка акцентов. То, что когда другой человек проговаривает их, вы видите свои акценты. Затем, смотрите, сейчас я вам скажу. Дверь, ручка, облако. Вот здесь есть подбог. Дело в том, что когда я сказала ручка, вы, скорее всего, большинство из вас увидели дверную ручку. Почему? Потому что сначала я сказала дверь, а потом ручка. Но самые продвинутые увидели, может быть, ручку, которой пишет, или вот эту ручку. Вот эту. Привет, привет, привет. Вот эту ручку увидели. Ну что ж, раз у вас все хорошо с вашим воображением, вы видите определенные акценты, мы сейчас усложним с вами упражнение. Вы звоните своему другу и говорите, слушай, хочешь развивать воображение, хочешь развить свою харизму и научиться говорить так, чтобы тебя слушали, тогда давай сделаем со мной это упражнение. Друг на проводе, сначала вы покидайте с ним акценты, просто. Вот сейчас я примерно это покажу вам. Трава. Божья коровка. Камень. Рыба. Облако. Дерево. Лист. Вот два человечка, которые у нас сейчас между собой просто кидали акценты. Почему вы скажете облако и батон? Самые продвинутые в актерском мастерстве ребята видят облако, начинают вокруг него видеть другие акценты, они видят, допустим, поле, рожь, из ржи они понимают, что делают муку и потом хлеб. И человек уже говорит хлеб, то есть он через свое воображение доходит до хлеба и говорит вам хлеб, причем говорит это очень быстро. Почему? Потому что у человека, когда развито воображение, он моментально схватывает и моментально работает. Итак, вы друг с другом поговорили, акценты покидали и усложняем упражнение. То есть нам же надо научиться и энергетическому посылу, что мы делаем. Давайте начнем с камеры, это будет наша зона Б. Ваш партнер сидит на другом конце дома, провода у себя дома, и наблюдает за вами. То есть он вам кидает акценты, вот для чего нам нужен партнер, и наблюдает за вами. Потом вы поменяетесь местами. Что я делаю? Я сейчас акценты вешаю перед камерой. И сейчас я буду говорить и за себя, и за партнера. Линейка, божья коробка, трава, машина, трусы, лифчик, попа, грудь, тапочки. Понятно, да? То есть я полностью сконцентрировалась, поставила перед камерой те акценты, которые я проговаривала. Вы будете говорить, ваш партнер отвечает, вы, соответственно, снова говорите, и у вас получится то, что вы будете менять акценты. Вы будете сначала видеть божью коробку, ваш партнер кинет акцент, пуговка, вы будете видеть пуговку и так далее. Актер, ваш партнер вам скажет, слушай, супер, ты большой, огромный молодец, у тебя все получилось. У тебя получилось держать воображаемые предметы перед камерой, и ты здорово, классно кидал акценты. Затем поменяйтесь местами, чтобы никому не было обидно. Следующее, нам же надо увеличить посыл нашей энергии, соответственно, мы выбираем дальнюю точку нашей квартиры, допустим, стена, да, вешаем туда уже все акценты. Партнер за вами наблюдает, паровоз, мяч, ребенок, шапка и так далее. Поняли? То есть тем самым у нас получается, что мы посыл энергии можем, наша энергия может пойти далеко-далеко. Ну и, наверное, самое сложное может быть, это когда мы концентрируемся вот здесь вот в зоне А, это я так называю. Вот мы сидим, и все акценты мы будем сейчас держать вот здесь вот внутри. Также мы играем с партнером акцентами, но мы держим их сейчас вот здесь вот, кирпич. Прямо почувствуйте, как у вас здесь тяжелый, жидкий кирпич. Цветок. И вот он у вас здесь распускается, этот цветок, прямо можно почувствовать его. Вот такое вот упражнение, которое вы можете провести с партнером, тем самым развить свою харизму. И потом, вы в любом случае будете намного интереснее, даже если будете рассказывать анекдот, там вроде написаны все слова, то есть автор написал текст, вам надо его рассказать, там есть акценты. Но благодаря тому, что вы, когда будете рассказывать этот анекдот, у вас будет идти кинолента видения, вы будете видеть, что вы рассказываете. Соответственно, это даст вам энергию, энергетический посыл на камеру. И, соответственно, тем самым вы станете интереснее, вы станете запоминающимся человеком. Вообще энергия делает удивительные вещи на самом деле. Ну что ж, и еще упражнение, одно, которое я бы хотела дать, это умение говорить так, чтобы вызывать у собеседника воображение. Воображение, развивать воображение, вытаскивать воображение, развивать, делать так, чтобы у него стало работать, а кинолента видения заработала. Не важно, о чем вы будете рассказывать. Значит, смотрите, первое, что вы делаете. Берете диктофон, включаете его, смотрите, что у вас происходит на улице, или то, что у вас есть в квартире. Итак, имена существительные сначала с вами берем. Это что значит? Машина, дорога, человек, столб, речка. Понятно. К этим именам существительным мы добавляем с вами прилагательную или глагол. Ну давайте начнем с глаголов. То есть к именам существительным мы добавляем глагол. Человек идет. Столб стоит. Речка бежит. Гора насыпана. Машина едет. Теперь усложняем. Вот к этому уже словосочетанию мы добавляем с вами прилагательное. Белая машина едет. Коричневая гора насыпана. Или насыпана гора коричневая. Чернокожий человек идет. Речка вонючая бежит. Вот при слове вонючая, скорее всего, вы даже так поморщились слегка, потому что наше подсознание, оно знает, что такое вонючее. Поэтому оно сразу дало такую неприятную ассоциацию. И вы сразу так немножко, у вас все равно это пошло. Вот это великая сила акцентов. То есть, наш сейчас с вами рабочий инструмент это диктофон. На это вы все накидываете на диктофон, используя существительное, глагол прилагательное или прилагательное, глагол существительное или глагол существительное, прилагательное. В любом вот из этих вариантов. Надиктовали, прослушали. Ваше воображение сработало. Ваше воображение замечательно дало вам силу. Вернее, энергетический посыл. И затем, что вы можете сделать? Опять же, обменяться со своим другом. Тоже попросить, чтобы он сделал это упражнение. Обменяться вот этими звуковыми видеофайлами и сказать, прослушать и сказать, слушай, у тебя здорово получается. И ваш друг вам в ответ говорит, клево, клево ты все сделал. Это очень мощно, у меня действительно сработало воображение. Это упражнение я рекомендую вам поделать, позаниматься им одну неделю. Хотя бы одну неделю для того, чтобы вот вышли на улицу, взяли с собой диктофон. Все, что увидели, все это надиктовали на диктофон. Для того, чтобы вам научиться видеть акценты. Для того, чтобы вам научиться быстро сразу же придумывать глаголы прилагательные. И для того, чтобы вы уже в дальнейшем сидели и просто рассказывали любой рассказ, используя только глагол прилагательное, коротко, чтобы у вас получился короткий рассказ, благодаря которому у вашего собеседника вы вызовете игру воображения. И он с удовольствием вас будет слушать. Вот это очень рекомендую тем людям, которые собираются публично выступать, или собираются работать на камеру, или уже ведут онлайн тренинги какие-то. Вот это очень рекомендую, эти два упражнения. Ну что ж, с вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Если полезно было это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте в своих соцсетях, поделитесь в своих соцсетях этим видео. И в таком случае больше народу узнают об этом упражнении, и кому-то оно будет наверняка полезно. Все, всем пока-пока, хорошего дня, хорошего настроения.